Продолжение следует... Первая новость, как раз, пожалуй, скорее позапрошлую неделю, нашли убийцу Вальтера Любке. Вальтера Любке, губернатор одного немецкого города, его застрелили в голову 2 июня. И вот спустя месяц убийцу нашли, я считаю, что это очень неплохо, и выяснили почему. И вот здесь вот, к сожалению, новость. Ну такая, не новая новость. Христианин и мотивация как бы христианская из тех, что называется правые христиане или белый террорист. То есть человек был зафиксирован, нашли видео, где он навстречу этого покойного Любке с избирателями спрашивает, как вы пускаете мусульман в Германию, как вы не сочувствуете исчезновению христианской культуры. Убитый тоже был христианином. И вот в этом вся разница. Потому что я христианин либеральный, я считаю правых христиан, консерваторов, я их считаю верующими христианами. Они меня таким не считают. Ну хотя бы не стреляют. Пока. Ватикан. На прошлой неделе, на прошедшей неделе Путин приезжал в Ватикан. Папа его принял. Путин опоздал на 50 минут. Ну, папа принимает госдеятеля. И папа сам в качестве госдеятеля. Это, конечно, пережиток средневековья. И я надеюсь, что рано или поздно Ватикан отречется от звания государства. И будет просто общественная, международная и итальянская организация. Потому что иначе приходится сжать руки нерукопожатным людям. Но есть более неприятная новость. Епископ Франц Петер Теберг ван Эльст. Папа назначил его руководителем одной из комиссий в Курии. Неплохая должность. Английский сатирик Питер называл это «пинок вверх». В том смысле, что недостойному человеку, чтобы он не мазорил глаза, ему дали такую кабинетную, очень высокую должность. И хорошо оплачиваемая. Между тем, этот Теберг ван Эльст прославился, скандалился. Года три назад он на свою резиденцию в Германии потратил несколько десятков миллионов евро. Даже бассейн сделал. И вот вместо того, чтобы отправить его в Конго или в Россию, его отправляют на самый верх. Понятно, что это бюрократические игры, но, честное слово, за них не только заплатят, уже заплатили верующие, за них заплатит церковь. Просто репутация-то не вечная. Гибель 14 российских моряков, царство небесное, вечная память, как и всем погибшим. А все-таки вы понимаете, вот есть церковный календарь, каждый день какие-то мученики. Представьте себе, меня спрашивают, за что погиб отец Александр Мень? И я отвечаю, это абсолютно секретная информация. Так вот, люди погибли. А за что? Это секретная информация. Вот поэтому армия и все, что связано с насилием и с войной, это не для верующих. Мир начинается с прозрачности. Ты ничего не скрываешь. Это один из путей к миру. И обогнуть это нельзя. Со всеми ссылками на святость лжи и так далее. Молчишь в крайнем случае. Ну, здесь, порой, благие цели даже и говорить смешно. Опять чуть не молчилась, кстати, третья мировая война на прошедшей неделе. В проливе Гибралтарском британцы задержали танкер. Как бы, ну, он иранский, но флаг не Ирана, поэтому его задержали. Потому что нарушение санкций. Везли нефть в Сирию. В Сирии. Сирию сейчас на нее периодически сбрасывают снаряды и бомбы. Турция, США, Россия. Простите мы. Израиль. Ну, а виноват Иран. В Турции диктатура. Все очень погано. Оппозиция не может объединиться. Но, когда четыре сразу страны туда вторгаются, это тоже, знаете ли, не выход. А главное, Гибралтар. Это чья военная база? Англии. Где? В Испании. Напротив Гибралтара что? Военной базы Испании в Марокко. Сеута. И у каждой европейской страны и в Америке есть военные базы в странах Востока. Наследие империализма. Это вот то наследство, от которого надо отказываться. Опять к вопросу о войне. Значит, наш страх такой, что мы там держим военных. Но они не имеют права отвечать нам тем же. Ну, это гатентотская мораль. Зато живые, зато полуживые. Стыдно. И вот пока это все есть, все разговоры о прогрессе, прогресс тоже есть. Но это прогресс за чей-то счет. И часто за счет, ну, сейчас Саудовская Аравия ведет уничтожение Йемена. 20 миллионов человек могут погибнуть и гибнут уже от голода. Это цена нефти, которая идет в Америку, в Англию и так далее. Это цена нашей высокой нефти цена. Потому что если бы Иран подставлял нефть, а это умешает Саудовская Аравия, то нефть бы резко подешевела. Последняя новость хорошая. Во Франции, наконец, запретили физическое и психологическое насилие над детьми. Прямо будут писать в свидетельство о регистрации брака, чтобы никто не мог отговориться. Ох, я не знал. И в свидетельство о рождении ребенка будут писать. Я помню, выходила в России русский перевод в Твери. Американская книжка, протестантская. Шлепать с любовью. Мой старший сын, еще когда была перестройка, он был в 10 классе, их послали по обмену во Францию. И он жил в семье военного, полковника генштаба, католика. И был поражен, как за столом многодетная семья. И папа перевешивается, отвешивает пощечину сыну лет 7. Но надо же держать в строгости. Не надо держать в строгости. Надо держать в вере, в надежде и любви. Себя, пожалуйста, бей по щекам сколько угодно. Но, по-моему, лучше и продуктивнее перекреститься, встать на колени, помолиться. А битье? Все уже отбито до нас и после Голгофа. Ну, какое может быть битье? Всего вам доброго. Яков Кротов, сайт яков.векс. Храни вас Господь!